Про арт-центр формально ему я даже не знаю как считать с 12 года он существует но его как бы история гораздо длиннее и для меня она непрекращающаяся история потому что в 14 лет я попал к такому очень важному для Харькова преподавателю Евгению Ивановичу Быкову и собственно у него была студия где он сделал наверное самый важный педагогический такой ход он раздал ученикам ключи и сказал делайте что хотите ночуйте вот то есть это были не столько занятия сколько была такая мастерская в вольном расположении приходил и собственно не столько учил сколько обсуждал с нами работы и в эти далекие 90 это было действительно самая такая большая отдушина и когда я уже там закончил институт чего понял не надо было делать как бы стало понятно что если этот мир изменить невозможно вокруг в глобальном плане то нужно создать себе какой-то маленький мирок вот светлая память о котором постоянно жила и собственно все началось с того что организовалась такая не знаю как это называется группировка людей которые вышли из института потеряли интерес к этому всему делу с точки зрения вот этой институтской профессии но была потребность что-то делать и а потом они обзавелись детьми и собственно как-то все органично происходило и постепенно стало понятно что дети это такой невероятный двигатель для ну понимание каких-то художественных решений образов пластики и чего угодно и в мире таких больших биеннале в мире больших таких коммерческих выставок который представляет собой такой уже диснейленд для взрослых стало понятно что нужно какое-то теплое маленькое и очень очень такое заряженное драйвовое искусство и собственно как раз дети далее такой ход понятный и и пластические ну уникальный потому что все таки эти неумелые ручки делают смысле пластики настолько верные какие-то жесты что разглядывать картинки понимаешь но огромное пластическое богатство к это которая там связь заложено и получилось какое-то чудо что взрослые которые примыкали в студию к студии но у нас очень много было взрослых художников это такой постоянный замес дети рядом работают взрослые рядом работают вот преподаватели которые непонятно они больше влияют на детей ли дети на них больше влияют и все пришло к такому несколько ну как сказать коллективному разуму да вот что деятельность студии это некий коллективный разум и непонятно вот как раз с точки зрения есть преподаватель как некая тоталитарная до личность в обычном обществе что он говорит я носитель истины так нужно делать вот и получается что он учит какому-то своему взгляду ну из определенной щели на искусство а здесь получилась несколько другая история потому что большое количество детей которые здесь учатся большое количество взрослых которые здесь и учатся и как бы примыкают к этой студии сделали такой удивительный сплав когда идеи кочуют и техники кочуют и преподаватели начинают как бы вести некую тенденцию уже не из внутреннего внутренней какой-то наученности или знания вот в уловить эту волну которая создается здесь и мне кажется именно поэтому мы там уникальная история потому что тут все друг друга учат все друг другу на друг друга влияют и главное что создалась какая-то территория такой значит свободы при большом количестве участников в этом творческом процессе получается некое отсутствие догм и даже более того появляется конкуренция за уникальность потому что и технические методы много раз повторяются и сюжетные методы много раз повторяются потому что большом коллективе создается ну как бы мода на технику сюжеты подачу и прочее и тот там ребенок или взрослый который выбивается из общего такого положения вещей он наоборот будет поддержан и вот это его уникальность будет как бы охраняемо большое количество совсем маленьких у нас участников которые дают ну такую совершенно бешеную до энергию вот например мальчик федор работа это совсем свежая она еще он мокренькая да вот он пришел и забахал такого чувачка федору почти 6 и собственно вот такая получилась не работа драка да с листом где слой слой краски чуть ли не впалит с толщиной собственно было такое заглядение смотреть как этот человек не столько рисует сколько дерется с этим листом и собственно у маленьких в вообще живопись превращается скорее в такой энергетический поток до взрыв это очень-очень такой напористое рисование и конечно вот этот весь ряд когда краска не столько картина не столько пишется сколько выскабливается кидается швыряется в нее какие-то там валики скрипки какие-нибудь не знаю даже когтями процарапает вот создается всем совсем такую уникальную вещь и вот кстати такая техника очень влияет на всю студию потому что но если уж говорить о истории искусства это вот применимо как раз какой-нибудь живописи действия и прочее прочее есть совершенно вот другие там ребята вот мальчик антон 14 лет сделал такую картину например посвященную сельской дискотеке вот причем тут дискотека силой дишин да вот какой-то бар сама дефис гон вот сельская драка биты кастеты в руках арматура зубах сигарет вот он написал описывают какую-то такую историю сельской пати причем мы видим тут собрались какие-то удивительные образы которые реальные части и созданы не знаю каким-то может уже галлюциногенным воздействием препаратов чай чай это просто суп из листьев тут типичное такое сельское высказывание когда есть рядом бар самоугон и собственно вот что человек делает он он садится и делает такой непрерывный поток мыслей любые свои какие-то повороты сюжета образы льет как прямую речь за этим очень интересно наблюдать как он это делает почему какая-то коробка на ней написано тут мусор тут его нет кого нет мусора что это не село поселок городского типа вот этот комплекс села то есть удивительная вещь вот такие такие штуки обычно дети делают ну дети не знаю насколько 15-летнего пацана можно назвать ребенком он уже у нас проходит по разряду взрослый с другой стороны есть очень вот умелые девочки дети вот девочка даша которая рисует вот такого ребенка она посмотрела фотографии есть такая определенная болезнь у человека когда кожа сверхтонкая до ее практически нет на человеке и это этот этот момент человека без кожи до которому болезненно любое касание вот она как бы решила это все передать вот этот покрытое венками лицо невероятно мне кажется выразительно и собственно одна из таких драматичных тем которые рассматриваются в студии потому что обычно привыкли считать что там ребенок должен рисовать какие-то светлые вещи не знаю солнышко зайчика и еще что-то но как показывает практика вот такая драматургия как бы прощупывание жизни где она жизнь становится твердой а не мягенькой и такой и солнечной это тоже очень характерно для детей если их не забивают родители потому что очень часто есть что такой прессинг родительский что типа что ты так мрачно рисуешь это не типа не твоя тема а вот совсем другое положение вещей это парень я не знаю даже ему сколько лет ну 30 он программист олег зовут я всегда ну как бы поражен потому что его ход мыслей для меня совершенно непонятен если есть там взрослые которые ну вот делают некое простое и такое работающую по посылу искусство ну легко и легко считываем и зрителям то этот парень тоже вьет композицию вот так наивно но она внутри его сознание гипер усложнена то есть когда его спрашиваешь ну почему олег тут батон и превращается в байкера или почему почему тут такса почему это все в как бы вписано в сюжет из фильма призрак где том свэйзи кажется с девушкой лепят какой-то месяц глину вот он может это все логически объяснить но вот ход его мысли конечно завораживает чтобы еще показать также вот в практике с детьми очень важно рассказывание истории у нас к чаще и чаще всего мы как бы просим не столько нарисовать до сколько вот провоцируем ребенка на постоянный диалог если он рисует там не знаю какого-то персонаж этот персонаж должен быть с некой биографии это не просто зайчик не просто олененок не просто там человечек а этот человечек имеет некую историю что ребенок хочет рассказать из этого рождаются вот такие у нас огромные как бы книги где ребенок пишет как бы картинку картинку текст да и вот эти все картинки они связаны в единое повествование кто-то рассказывает о внеземных мирах кто-то делает такую инфографические какие-то таблицы экспонаты в музее например или вот какой-то зоомагазин в котором можно купить дракона и вот тут даже есть какие-то ценники перечни и прочее прочее то есть уже понятно что создается и образы этот образ вписан в контекст и рассказ о том или ином персонажи он простраивается как бы в мелочах в своих каких-то таких атомах все тут немножко склеено вот пишут эти истории да вот про каких-то девочек и лиз ну и и в общем то это основное мне кажется по этим книгам основное что есть вот в этом нашем назовем это центром хотя мы сами не понимаем что это за место по точному своему определению это постоянный диалог все со всеми общаются все со всеми разговаривают мы все пишем видите мастерски не очень большие все пишем рисуем что-то вырезаем клеем все вместе у нас большое скопление людей постоянно постоянно ведем диалог с каждым такие языком офисным мозговые штурмы проводим то есть вот кто-то задает какую-то тему и эта тема начинает обсуждаться всеми и конечно получаются какие-то невероятные коллективные можно даже сказать рожденные коллективом идеи все похоже на некий футбол что вот есть мячик идеи которые перепасовываются так по полю и и потом кто-то подхватывает эту идею и забивает гол еще хочу очень рассказать про один вообще уникальный проект вот у нас есть такой максим третяк мальчик 11 лет который ходит в студию где-то лет пять наверное и он создает книгу причем эту книгу он создает уже на протяжении двух лет эта книга которая состоит из ну такой новый бестиарий он придумывает персонажа и пишет ему историю и некие характеристики и таких рисунков огромное количество их где-то наверное около 500 мы все надеемся издать из этого книгу потому что он мало того что помнит свойства каждого персонажа он еще пишет маленькие пьесы вот такие маленькие пьесы диалогов между персонажами где помечает вот вот эти все циферки это как бы коды каждого персонажа и поэтому когда он создает уже на основе этих рисуночков значит такие литературные произведения он еще и описывает какие-то конкретные ситуации которые могли случиться и эти рисунки очень странные вот например основатель какой-то который бы которую невозможно убить был изблечен от смерти при помощи а 66 66 это какой-то еще предмет в этой книге или вот например кофемашина представляет собой кофемашину с не ограничиться не ограниченным количеством стаканчиков слева от кофемашины есть клавиатура чтобы кофемашина работала надо написать все что хочешь даже кислоту и жидкое золото перезаряжается кофемашина час вот он каждый каждый этот предмет или вот недописанная бумага представляет собой бумагу на которой не дописано слово дай сазыну то есть смерть стоит стоит хранить в стеклянном кубе 50 на 50 сантиметров и каждая каждая вот эта бумажечка этим ребенком осмысленно как каждый этот сюжетик и в тут есть некий внутренний внутренняя взаимосвязь между этими всеми объектами и что самое интересное такое впечатление что он не устает эту вселенную свою создавать потому что что он делает он берет некое место придумывает этому месту легенду и начинает и это место наполнять его образами потом он понимает что с этим местом все как бы проект закончен тогда он понимает что возле этого места какое еще может быть место которое входит с ним в резонанс да то есть это сейчас описывал некую исследовательскую лабораторию где происходят некие аномалии а теперь значит он описывает завод который производит инструменты для взаимодействия с этими аномалиями там тоже еще интереснее история получается вот есть некий конфликт например с родителями что мы ребенка вот преподаватели немножко отстаивают перед родителями что с точки зрения родителей это не прогресс это ребенок два года мурыжит мурыжится на одном месте но мне кажется это не так и опыт создания собственной вселенной наверное самое важное что может происходить современном искусстве которая представляет собой скорее из таких обрывков образов ну то есть если взять пример там босха и современное искусство то весь босх раз расхватан на мелкие цитаты кто там заметит какую-то там маленькую подробности потом на ее основе делает какой-то большой проект но вот такой босховской вселенной практически никого не получается и вот тут ребенок создает действительно свою огромную сверх продуманную вселенную мне кажется это невероятно важная важный момент в которой в котором в котором ну столько ума и фантазии вот боря филоненко говорил что хотел бы сделать выставку по этому проекту но как бы он говорит ты же понимаешь что это на полгода работы просто по классификации по распределению потому как дать понять зрителю как бы логичность этой цепочки ну вот вкратце про есть работы которые там ребенком создаются годами в прямом смысле это слово вот эту работу но не то что это делается каждый день делается с большими перерывами вот ярик серый делает такой как бы групповой портрет семьи но семьи находящийся в неком раздоре да вот тут есть папа у которого такие даже не знаю что как он говорил и печальные монстры над ним нависли вот он находится в неком неком переживании вот это кстати монстр который собирает слезы тоже родился в результате одного мозгового штурма когда девочка постарше придумала такой проект выращивание кристаллов из детских слез там был такой длинный механизм когда дети плачут эти слезы собираются выпариваются через специальные там трубочки и в конце концов выходят некие красивые кристаллы которые вставляют в оправы и продают в качестве украшений вот он эту идею немножечко взял и и по-своему перерешил видите как бы каждый образ как бы отдельно вяжется вот тут вот такой мальчик есть бутерброд с колбасой и сыром тут птичка хочет этот куб бутерброд съесть такая мамаша висит и собственно вот он создает создает образы которые выклеиваются на большую на большой фон как мы это называем декорации вот такой составление у нас композиции чаще всего проходит как театр не как замысел а потом реализация чаще всего возникающая идея это повод и и развивать и собственно когда ты придумываешь персонажей вводишь их в в какие-то рамки декорации тут возникают многочисленные вариативные ходы поэтому мы до последнего как бы не монтируем чтобы если у ребенка появится лучшая идея можно было бы все это дело перекомпоновать ну и из-за этого получается что ребенок не столько рисует или там взрослый не столько рисует сколько постоянно находится в максимальном взаимодействии с работой поскольку если делать какой-то образ просто длительно его писать то ребенку это невозможно он устает будет становится неинтересно а вычленяя каждую отдельную задачу как бы по атому а потом это все перекомпоновая в некую большую композицию удается сохранить и радость постоянного постоянной новизны от того что делает человек и все-таки вписать это в создание ну таких больших и трудоемких проектов потому что нам кажется это очень важным чтобы с картиной была некая жизнь прожита да есть картины которые крайне быстро сделаны как бы в один присест это тоже очень важно но очень важно чтобы происходило что-то что-то на вырост чтобы в основе творчества был воздух во время которого человек может вырастать меняться совершенствоваться и у него была некая возможность пересмотреть свои взгляды и на сюжет и на в том числе то что он делает даже среди работы среди процесса если вы говорите об учебном процессе то разбить на планы работу то есть подсказать ребенку как можно сделать плановость ну это и есть учебный процесс а потом они вот как бы все все сами начинают делать постепенно начинают видеть что можно сделать например не отрисовывать листик а вырезать и через этот трафарет наделать целую крону и она будет сделано там за полчаса то что и ты бы рисовал два месяца и и так далее так далее ну да иногда крутой рисунок ну очевидно что не достает какого-то не знаю затемнение ты говоришь ну вот смотри там находишь какого-нибудь пикассо и говоришь вот у тебя такой же выразительный пикассо нам вот эта линия чернее и она отрывает это все от фона ну не согласен мы не боремся с этим согласен сделай пожалуйста какие-то технические вещи но просто вот в плане ну ну абсолютно примитивно что вот ребенок не умеет там какую-то волну волшебство ск создать очень часто мы вешаем рядом лист и на этом листе я говорю смотри как можно там покрасил пятно как у него и там взял что-нибудь по на другом листе раз черкнул нравится будет туда прикольно можно было так сделать так делает поэтому способов взрослых очень много технических очень много но это в этом есть особый кайф потому что ребенок говорит вау вообще я не знал что как бы то я так мог то есть вы для него сам не самого возникает эффект волшебства и очень много вот этих способов монотипе и заливок ты что-то капнул жирное она растеклось там побросал затер показал ему и это фратаж матрицу положил потёр он уже начинает делать там какую-то эту самую ниточку кинул вытащил как вот эти делали сюрреалисты вала но пошло в народ и вот это все очень-очень здорово делается а сейчас мы задумали наверно с один из самых важных проектов в нашей жизни мы в жизни студии мы задумали обсудить с детьми всю историю искусства двадцатого века и даже может быть начало двадцать первого с точки зрения неких детских архать и архетипичных вещей типа там боязни темноты либо воображаемых друзей либо прогулок как путешествие где произведение искусства вписывается в в игровую природу детскую до и поняв как взрослый художник работает как бы в общем-то с детской темой вывести оттуда правила игры и предложить эти правила игры ребенку если он захочет сыграть в эту игру посмотреть что и в результате этой игры получается а получается очень классные вещи потому что когда ты объясняешь например там вот вчера было ну удивительное такое занятие когда я показывал не очень мне кстати интересного художника энтони гормли и его фигуры которые состоят из структур и его вот этот проект пространство человеческого тела когда он в такие черные кубы заключает человеческое тело я предложил вот про про эту структурность и как это возможно реализовать некие новые структуры да и родились очень классные вещи с чисто формальные что мальчик взял линейку с такой шестеренка и начал крутить карандашом и образовался технически обалденный такой образ кристалла и он раз из этого кристалла какую-то фигурку я говорю что это он говорит это к человек из кристаллов ну давай давай тогда технологию начинать придумать он говорит но это какой-то надо черную соль взять значит а тут у одного мальчика оказалось что день рождения он принтащил набор юного химика и там выращивание кристалл мы посмотрели да что вот значит как эта технология говорит ну надо сделать такой душный над ним и значит капать на эту фигуру он будет постепенно обрастать кристаллами и он нарисовал вот эту схему уже дорисовал как производится эта фигура я говорю окей вот есть что-то твердое давай подумаем нельзя ли в каком-то другом роде создать какую-то эфемерную историю сидел сидел думал говорить надо взять трубочку в эту трубочку нагонять дыма а трубочку прозрачную делать любое изображение просто чтобы она стояла и через дырочки будет выходить дым и рисовать любую фигуру игру все рисуй давай вот эту схему нарисовал схему эту дымомашину и этого человека который из трубочек но из этих выходит значит дым пришел второй мальчик говорит о я тоже хочу я говорю ну думай и как раз у меня что-то было а и ушел какая-то там проблема очередная администраторская была ему дал механическую стирательную резинку которую нажимаешь она крутится он сидел сидел разобрал ее как бы движок непосредственно карандашу это самое зацепляется и начал короче нажимать на эту кнопку и карандаш вибрирует и рисует такие кучеряшки и он говорит вот вот она идея я сейчас буду значит всего этого всю эту скульптуру рисовать как будто она из пружин и что ее можно коснуться и она будет так вся ходить ну и взял и вот эту скульптуру начинают рисовать ну вот вот это она там абсолютно какой-то как компьютерной графикой потому что идеальные пружинки получать и он сидел один рисунок значит ей нарисовал 2 его завело говорит я сейчас тут придумал у него же все разложил разные карандаши разный смещенный центр тяжести тут такой такой ну вот вот пошла вся вся эта изобретательность потом ему говорит так надо что-то другое делать взял обратно пересобрал ее взял какую-то значение не резинку а поставил такую бумажку которая растирает взял графита а нет взял сначала карандаш нож натёр такого горку порошка графитного потом переставил эту бумажку воткнул в этот порошок такая черная бумажка стала начал это на листе такие облака черные рисовать потом говорит ну как же это можно сделать вот эту дну как бы все мама пришла говорит все пойдем коридного ничего я додумаю идею что это может быть ну вот она все вот так вот вертится следующий придет я ему расскажу об этом проекте что ты можешь сделать и как это технологические и главное что вот он говорит до пружина но это вот этот весь податливый человек у него все такое там разваливается он сразу начинает придумывать какую-то метафору психологическую это придет другой ребенок я уверен что найдется некое количество человек который ходит так и я что-нибудь час изобрету и пойдет то и вот и вот эта вся история и мы хотим до предложить правила игры и переписать вот не за не переписать а сделать некую альтернативную историю искусств с понятным как бы посылом для ребенка чтобы он этот посыл тоже мог в качестве руководства использовать и в то же время снизить вот этот музейный пафос что есть взрослый художником что-то такое делает как гормли там какие-то скульптуры 300 метров высотой что это что-то недостижимое нет хотя бы как умозрительный проект можешь себе представить это вот класса оденбург я показывал эту еду но не было у него денег на на скульптуры эти пока не появились деньги он рисовал эти проекты гигантский тюбик который выдавливается на поляну вот он рисунок пройдет там не за 15 лет и он получит какое-то финансирование сделает этот памятник что на поле выдавливается там гигантский тюбик с краской вот поэтому ты не не жди рису сейчас проект он уже будет по своей по своему ощущению монументальным и я провожу вот онлайн занятия и там ничего вообще нельзя делать кроме как вот в общем-то обсуждать все эти темы показывать историю искусства говорить что ты думаешь об этом и там это очень круто работает потому что как только ты объясняешь правила игры по которым создано произведение искусства того или иного художника это как во дворе что давай играть в ту-то игру а что то что какие правила ну ты объясняешь правил когда вот если это все превращать такую игру может быть крайне интересные крайне интересный сюжет а да вот есть у нас такой лёша михайлов лёша михайлов в харькове это такой очень известный пропагандист авангардной музыки это человек который настон устраивает тут концерты он ну один из главных двигателей авангарда в харькове и вот он решил попробовать свои силы как бы в рисовании но удивительная способность этого человека что а во первых ему наплевать соответствует это все критериям вот такого как бы искусства да у него совершенно нет потребности и нет комплексов вписаться в искусство и его вот этот мозг который видимо авангардной вот этой изломанностью все-таки уже воспитан то он может стыковать какие угодно темы внутри этого хауста и собственно мы видим шонберга который в окружении значит земляничек это работа еще процессе земляничка и все эти землянички это тоже композиторы из ну ученики шонберга или или композиторы которые восприняли это влияние ну и собственно да вот лёша делает как бы рисует эти картины среди детей подсматривает какие-то ходы и техники и собственно вот это милота которая получается то картофельное лицо какое-то такое помятая шонберга и такие землянички других композиторов конечно крайне интересные вот мне кстати очень интересны взрослые которые минимально закомплексованы то есть самое же у взрослых самая же большая проблема что они думают что они взрослые они должны как-то вписаться в привычное понимание искусства а из-за того что нет никакой например насмотренности и прочего то возникает чаще всего у этих людей которые пробуют себя на этом пути ну некая банальность да некая имитация чего-то взрослого на мой взгляд самое интересное это когда человек отпускает себя и не пытается что-то из себя строить а пытается ну вот как-то пошло тоже скажу ну не получать конечно кайф но с эмоциональной точки зрения с игровой с вот какого-то ну как бы внутреннего озорства это гораздо интереснее очень хочется чтобы действительно этот период между его шестью годами человека и там 40 годами он как-то схлопнулся и человек почувствовал абсолютную свободу ребенка вот а что сказать об этой свободе то конечно где-то в 13 лет где-то лет в 13 любой человек любой ребенок начинает уже пытаться соответствовать этому миру им страшно подставляться детям им страшно уже открываться они боятся что получат поддых потому что все-таки творчество это такая такое раскрытие внутреннего ну мира боже мой какие банальные вещи и вот это раскрытие она всегда какой как этот дашин ребенок она всегда немножечко мы без кожи и вот в 13 лет где это ребенок начинает обрастать этой кожей чтобы защититься от этого вот этого болезненной какой-то внешне защититься от болезненной ситуации там сообществом с родителями с недоверием сверстников и собственно тут причина какой-то банальности всех художественных процессов которые мы наблюдаем вокруг и причина того что мы очень мало видим реального искреннего человека потому что искренность очень часто художники прячут а мне кажется художник может быть интересен только своим уникальным опытом и своим уникальным взглядом своей какой-то неповторимость если он имитирует процессы если он как бы учиться встраиваться в систему они учатся влиять на систему своими какими-то подлинными качествами возможностями достижениями то это история уже очень интересная вот способность оставить внутри себя игровую природу ребенка вот это озорство ребенка мне кажется это одна из таких важнейших задач для искусства если если художник он хочет быть подлинно интересным а за незима за это заклинание из фильма федерико феллини восемь с половиной где режиссер гвидо мучается от творческого кризиса и в попытках выйти из него вспоминает слово за незима за которая в детстве ему сказала девочка которая сказалась гвида сегодня волшебная ночь если этой ночью произнести заклинание то портреты оживут и глазами покажут где скрывается сокровище она говорит ты помнишь заклинание гвида а за незима за за незима за за незима за и а за незима за это зашифрованный детским шифром который кстати был у нас в школе слова анима душа когда к гласной прибавляется буква зэ и гласная на которую кончается слог отсюда получается а за незима за у нас был такой шифры в школе вот и иду в школу было бы и зиду зу в школу зудат этим шифром и собственно с удивлением узнал что и в итальянском обществе есть подобный шифр и собственно для гвида в фильме это было единственная попытка выйти взрослому человеку из состояния полнейшего творческого кризиса и мы помним что после того как он вспомнил эту это заклинание сюжет становится двойственным то ли гвида умирает то ли гвида попадает в какой-то действительно ураган таких образовый метафор на которых заканчивается этот фильм для меня это название символично потому что я пришел к но абсолютному такому абсолютная апатия от современного искусства мне кажется что очень много сказано и любые идеи формы пластики они не приносят уже такого ну мне как бы наслаждение а наслаждением для меня оказался вот этот коллективный процесс замес я вообще воспринимаю студию никак никак некую организацию которую там например учит рисовать или дает какой-то способ нужно приятно провести время или еще что-то я воспринимаю эту студию как вот один большой художественный проект который если посмотреть на него вот так вот с высоты это сверх кипучий котел где постоянно право про постоянно происходят какие-то новые мысли и я даже новые мысли образы и да и я даже вот с этим карантином когда у нас было маленькой такой маленький перерыв ощутил вот эту пустоту когда ты не находишься в состоянии постоянного бурления этого замеса и собственно для меня если есть вы в этом во всем действительно произведение искусства то это произведение искусства вот эти мозговые штурмы которые тут проходят вот эти вот это трение бочком друг от друга вот эта миграция эволюция идея одного человека к другому весь этот как коллективный разум который все время взрываются какими-то такими удивительными салютами мы принимаем всех у нас достаточно много преподавателей которые вышли из нашей студии у нас очень интересная цельная такая среда потому что практически все преподаватели которые например я даже не люблю слово преподаватели вот это есть есть кураторы как бы некой неких групп да то есть не едет и куратор слова или не знаю вот есть человек который ответственен за атмосферу среди тех людей которые к ним приходят да ему надо надо как-то чтобы у него создаться создался этот движ так вот все эти люди они тоже вышли из детей нашей студии то есть они выросли и теперь преподают или не преподают или катализирует процессы я не знаю как это назвать потому что опять таки единственное что тут можно подсказывать это иногда подсказывать к каким образом ну в разговоре каким образом можно сделать например интереснее можно сделать интереснее в смысле например просто композиции что если сказать что вот тут появится там какое-то темное пятно да то темное пятно организует лучше композицию и то что у тебя как сейчас влию взгляд зрителя будет отвлекаться от главного центра тем самым ты соберешь этот главный центр это преподавание скорее на этом строится и на том что ты все время спрашиваешь там ребенка а что это означает а почему ты так делаешь а зачем ты так делаешь а что за этим стоит ну то есть все время провоцируешь если он дает какой-то ответ ты можешь уже по этому ответу спросить и собственно вот это постоянное участие в давать возможность разговориться человеку ну собственно это и есть преподавание но опять-таки самое самое мне кажется важно это если человек хочет в этом пребывать самое важное это ну как бы дать ему возможности и смотреть если человек нуждается в разговоре с тобой в обсуждении дать ему этот разговор если посмотреть что человек не нуждается в этом разговоре уйти как бы от этого человека оставить его наедине потому что он например вот макс да третяк вот эту всю историю создают вообще без преподавательского участия, это его личный проект, который он знает, что там делать, более того, он относится ревностно к чужим мыслям, если ты ему что-то подскажешь хорошее, наверняка он не сделает этого точно, потому что вот он ревностно относится к любым не своим идеям. А кому-то наоборот, ну, очень важен разговор, где ребенок понимает, что, или взрослый человек понимает, что он интересен, что его ход мысли интересен, ему хочется дальше продолжать сочинять, ему дальше хочется продолжать вот как-то фонтанировать, удивлять, это крайне важно. Вот и, собственно, любой, кто сюда приходит, может попробовать поработать. Понравится? Он остается. Не понравится? Он не остается. Но счастливая черта нашей студии, что у нас есть дети, которые тут жизнь прошли, то есть которые, ну, я не говорю там о преподавателе, которые там по 10 лет уже, да, тут там пришли в 13, им сейчас 25, и они все равно вот тут, и они продолжают как бы свое дело. Нет, есть дети, которые там пришли там в 4, и сейчас им там 11, вот, и они продолжают ходить. Более того, я даже иногда слышу, что родители так наказывают ребенка. Не сделаешь уроки, не пойдешь в Азанезимасу. Такой есть такая мера наказания, что я очень недоволен такими родителями, мне кажется, это суперпедагогический косяк какой-то. Вот. А есть такие люди, кстати, которые приходят просто посмотреть. У нас был такой интересный паренек, он какой-то арт-директор какой-то крупной харьковской IT-компании. Вот, нас с ним познакомили, он говорит, слушай, а можно я посмотрю, как это все происходит? Я ему говорю, ну, конечно, заходи. И он в субботу приходил на первое занятие, садился вот тут вот, вот. И, собственно, что-то там в телефоне себе листал, сидел где-то 4 часа и уходил. И после первого занятия он говорит, я еще приду. И в результате он ходил полтора месяца, каждую субботу по 4 часа сидел. Вот человеку почему-то понравилось просто сидеть и просто находиться в этой атмосфере. Так что даже иногда мы такое устраиваем, что если человек просто хочет посмотреть, как идет процесс, мы совершенно открыты. Потому что на нас много нападали вначале, что, дескать, что мы там как-то вмешиваемся, как-то по ночам подрисовываем. Ну, в этом кайфа нет никакого. Ну, знать, что как бы ты сымитировал этот процесс, кайфа нет. Кайф есть тогда, когда все получается само, легко и непринужденно. И мы даже с этого года хотим вести такие стримы, занятия, чтобы уже каждый, кто хочет подсоединиться и посмотреть, как это происходит, уже не было никаких на нас нареканий. Просто можно было посмотреть, что происходит, самим сделать выводы, насколько это все честно, нечестно, или подавление, или наоборот раскрытие. Пусть уж каждый сам решает. Я абсолютно доволен тем, что тут происходит. И мне кажется, что что-то тут происходит очень важно. Это, это папки, это папки наших, наших, сейчас я попытаюсь показать, что это за папки. Это есть папки, вот, например, всяких проектов, которые нам заказывают. Ну, заказывают в каком смысле? Какой-нибудь, например, организация типа «Американского дома» говорит там, у нас юбилей 100 лет, ой, 200 лет Витману. Не могли бы вы что-нибудь на эту тему сделать? Я прихожу и говорю, ребят, есть такая возможность сделать выставку, посвященную, там, Лоуту Витману, кто будет в этом участвовать. Мы читаем стихи, обсуждаем, как это может быть, в результате рождается вот какой-то проект. Вот у нас там проект по поводу, например, Бетховена, да. Дети рисуют какие-то, ну, такие штуки, связанные с Бетховеном. Вот «Обед Бетховен», да, например, где Бетховен — это в виде какого-то блюда с яичницей, салатиком, горошками. Вот «Обед Бетховен», да, для музыкантов. «Живот урчит, как тромбон, обед Бетховена для музыкантов вам поможет». Ну, такой. И они начинают там придумывать вот какие-то свои сюжеты, связанные с Бетховеном. Или вот такое, Бетхонина, да, пианино, которое играет само на себе. Или вот прекрасный, значит, Бетховен, который Бетховен в порыве вдохновления полетел на седьмое небо от счастья. И вот тут какой-то театр, дом Бетховена. Бетховен на реактивной ноте улетает с этой планеты. Ну, вот такие как бы разные сюжеты. Это вот Бетховен пришел к Элизе, да, в рояль. И, собственно, вот это все папки, это вот такие набросочки, которые создаются, ну, по теме. Вот если есть там… О, Боже, чуть не грохнулся. Вот это был бы кадр. Тексты, да, мы их складываем. Тексты, ну, как бы пишут, дети пишут какие-то свои рассказы, да. Какие-то вот вставочки по поводу, ну, каких-то идей и прочего-прочего. Все собираем. У нас ничего не пропадает, ничего мы не выкладываем. И точно так же, вот раздел, посвященный животным, это все такие, ну, папки, да, с набросками, в которых какие-то драконы, какие-то зарисовки и так далее, и так далее. Он какие-то хомяка-человеки, вот. Так что Брэдбери, Брэдбери, это мы… Оказалось, что огромное количество детей любит Брэдбери, он и в школьной программе, и мы решили просто по нему отдельный какой-то проект делать, где рисуем какие-то миры Брэдбери, вот какие-то задачи, ну, они решают, связанные с вот созданием каких-то иноземных… Инопланетных, вернее, миров, каких-то там бестиариев и прочего-прочего. Ну, и опять-таки, это ждет все своего часа, когда, может быть, вольется в какой-то новый проект. Просто если мы замечаем там какую-то тенденцию, то эта тенденция, ну, как бы, в отдельную папку складывается. И потом, когда ребенок придумывает какой-то сюжет, мы говорим, а вот смотри, этот мальчик то рисовал, это то, это то, это то, и у ребенка начинает тоже какая-то провокация. Вот у нас есть, кстати, портрет Брэдбери из… такой мальчик Никита рисовал 10 лет, когда вот две бабочки из него, ну, это, собственно, эффект бабочки, да, вот он с этим динозавриком, который испугал этого человечка, который раздавил эту бабочку. И вот Брэдбери такой грозит пальчиком, что «Любой твой шаг может изменить будущее». Вот, да, и работ «Тьма» мы в этом году сделали колоссальное такое усилие, отфотографировали все работы, а их, ну, не знаю, может быть, тысяча, может быть, больше. Вот такого, ну, вот таких примерно масштабов, таких и больше. Есть у нас около, там, 30 вот таких огромных работ. Вон тоже девочка начинает портрет огромный писать, который завешан вот этим тотализатором. Ну, а папки с набросками, с идеями, с замыслами, там совсем, то есть их просто пересмотреть, это пару часов. Уходит на это. Ну, да, это такой наш личный папочный, как бы, музей формируется. Часть, часть работ, конечно, родители, дети забирают. У многих детей вообще, дома родители делают им такие выставки. У многих детей вообще я видел такие интерьеры, которые как обоими заклеены их работами. Это очень-очень классно выглядит. Вот. Ну, а некоторые просто работы достаточно большие, и они все хранятся, кто не может забрать у нас. Мы их так, как бы, храним в надежде, что, может, это когда-нибудь понадобится. Ну, и, собственно, мы же ведем очень выставочную большую деятельность. То есть мы за эти, с 2012 года сделали где-то 45 выставок. Причем, что это, четыре раза в арсенале гигантские выставки по 400 квадратных метров. То есть работ столько, что мы можем, не знаю, улицы заклеивать. Азанезимаза – это проект, ну, прежде всего, региональный. Мы, кстати, хотим больше сосредоточиться в этом году. У нас есть очень классный план. Мы хотим немножко постараться сделать сам Харьков большим выставочным проектом. То есть у нас есть огромное количество таких мест, каких-то заборов, заброшек и прочего-прочего, которые можно просто превращать в такие гипер-какие-то картины. И мы к этому уже готовимся. Мы делаем следующим образом, что находим место, фотографируем его, и даем фотографию ребенку, и говорим, вот место, если хочешь, ну, кто вызывается на этот проект, придумай историю. Мы тогда даже мысленно представили, что этот проект называется «Возможно на этом месте». И ребенок придумывает, что возможно на этом месте произошло то-то. И рисует уже, исходя из контекста этого забора, этой заброшки, этой какой-нибудь, я не знаю, улицы, вот некую историю, которая могла произойти на ней. То есть это такая мемориальная доска, посвященная, возможно, не состоявшимся, а возможно и состоявшимся событиям. И мы хотим немножечко вот этот весь стрит-арт попробовать в этом году. В прошлом году мы начали к этому активно, в этом активно разбираться и что-то создавать. У нас есть вот такая же папочка вот этих вот проектов. Я просто вижу, что ребенок, который делает любую вещь с пониманием, что на эту вещь будет реакция, то он ее делает совершенно уже с другим отношением. Совершенно с другим отношением. Если ребенок знает, что он делает некую иллюстрацию, и понимает, что он делает иллюстрацию для реальной книги, он делает это совсем с другим отношением. Если ребенок понимает, что потом его этот рисунок, из него сделают огромный стикер и вклеят на то место, для которого он его рисует, он делает это совсем с другим отношением. Потому что отличие ребенка от взрослого, что взрослый может организовать весь процесс, а ребенок может только создать. Он не умеет делать выставку, он не умеет, ну как бы не может сходить купить себе клея, распечатать работу, еще что-то, еще что-то сделать. Поэтому функция взрослых, ну как бы помогать ему и показывать метод, которым это можно сделать, вот чисто вот такую организационную работу. Хотя даже вот у нас была выставка прекрасная, правило Буравчика называлось, которую мы делали вместе с детьми как организаторами экспозиции. Это очень крутой опыт, когда были работы, и вот можно было все сделать, да, любое композиционное решение, ну, возможное. И оказалось, что даже организовывать выставку как некий визуальный образ, это, ну, дивно интересно с ребенком, ну, просто дивно. Там вообще можно, ну, как бы, получать такой кайф, что эти работы пачки, вот эти, вот тут у тебя краски, тут ты хочешь сделать надпись, тут ты хочешь сделать что угодно, тут подвесь на ниточки. И как бы, и уходишь на два часа, и приходишь, а там уже, ну, такие решения, которые ты даже не мог помыслить, да, что такие можно сделать решения. И это очень важно. В неделю 150 человек через нас проходят. Мы вообще даже цели себе не ставим, что мы там учебное заведение. Мы сразу говорим, если родитель приходит с каким-то странным заявлением, что надо научить ребенка, то, ну, это, ну, как бы, ну, не работает. Нечему там особо, ну, точно не надо учить причесывать под одну гребенку. Я понимаю, что в любом, я понимаю все, кто говорят, например, что таказа-низимаза тоже в одном направлении движется. Но тут не надо путать, как бы, обобщенность замкнутого коллектива и насильное причесывание под себя. То есть любой замкнутый коллектив, ну, взять семью. Все члены семьи, они начинают, как бы, присваивать манеры друг друга. Вот саза-низимаза это получается, что преподаватели меняются под детей, дети меняются под преподавателей. Все группы, я вижу по группам, что вот сложилась группа, в которой подавляющее большинство, ну, там, то, что называется задротов. И они все сидят и рисуют вот эти миниатюры. Появилась группа, где там три харизматичных человека, которые любят комиксы. И они под себя подминают всю группу. Ну, просто потому что от них пышет эта энергия, все воспринимают это как образ для поведения. Но это органичное обобщение. А неорганичное обобщение, как я видел в одной из школ, значит, я прихожу, а там какой-то натюрморт. У всех одинаково нарисован такой академический рисунок. Причем поводом для этого рисования там гантеля. Вот. И какая-то типа втулки от туалетной бумаги. Ну, то есть, я все понимаю. И это даже настолько плохо, что уже даже круто. И я даже представляю себе такую экспозицию, где вот эти 40 гантелей на стене. Это уже такой образ мощнейший, что я даже уже как бы, ну, в плане высказывания все сработало. Но понятно, как их там вообще прессингуют, что ты там, краевой контраст, это вот эта тень перечернил, тут взял не черно, где точка схода. И вот эти все вещи. Вот. Это просто разные пути. Да, 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 мы себе отдаем отчет, что технически многие как бы обобщаются внутри Азанезимазы. Многие как бы, вот начинается вот это, то, что называют там, что у Азанезимазы есть стиль. Но, ну, как бы, ну, нет. Это все слагается из-за того, что есть процент очень мощных, ну, маленьких художников. Он невелик все равно. Вот эта выборка, она очень маленькая тех, кто задает тон. Она очень маленькая. Но их харизма приводит к тому, что дети, которые, ну, как бы еще не очень как бы определились, или у них нету этого стержня, или нету вот этой пылающей какой-то такой идеи внутри, но они как бы подсматривают, да, эти идеи, эти технические вещи, говорят, вот я хочу вот так, и это обобщаются. Вот, например, да, Макса, который, вот он сидит и как бульдозер делает этот свой проект. И сразу несколько все равно человек говорит, вот так это все классно, а ну-ка там я что-то сделаю. Ну, не хватает, да, на это стиль. Они попробуют и оставят. Вот, вот как-то так происходит. Но с этим поделать ничего нельзя. Нельзя, как бы уникальная пластика может взращиваться вот только в этих заряженных детях, которые, ну, вообще, ну, как бы у них внутренняя необходимость рисовать зашкаливающая. И их, ну, как бы можно поизолировать, они все равно будут рисовать, и они станут уникальными. Ну, они, ну, они уже есть уникальны. Вот. Но их, как в любом коллективе, единицы. Все остальные, им просто нравится что-то делать, им нравится атмосфера, им нравится участие, им нравится прочее, прочее, прочее. И это тоже, мне кажется, полезно. Более того, мы никогда не заявляем, что ваш там ребенок после нас куда-то поступит или еще что-то. Нет, ну, у него будет опыт некого постоянного движа, некой свободы. Потому что мы, в отличие там от практически всех там, ну, харьковских студий, например, разрешаем все, что угодно в плане техническом. У нас краски текут рекой, ты можешь выбрать там любую технику. Ты можешь, как бы, придумать там какие-то вещи, которые мы постараемся, как бы, закупить материалы, и ты можешь реализовать. Вон, по стенам видно, что у нас делают, по потолку кто-то ходит. В общем, тут, да, вот такая свобода, и человек, приходящий, ребенок, приходящий сюда. Я не люблю, да, слово свобода, потому что тут, смотря как посмотреть. Ну, тут такая атмосфера, что ребенок, приходящий сюда, чаще всего, я слышу две фразы, да, что он сказал, вау, он говорит, как бы, а что, так можно было? То есть вот это ощущение, что он попадает в какую-то совершенно другую реальность, где можно там, не знаю, из шприца шугануть краску в холст, можно там что-то залить. Покапать, можно там ободрать, можно, ну, любая фантазия, как бы, может быть реализована. Ну, поэтому чаще всего дети остаются и живут долго с нами. А те дети, которые живут долго с нами, тут уже такие профи, которые вот действительно, там, мне кажется, самое важное уже особое не вмешиваться, а скорее подбадривать. Мы очень рулим за то, чтобы ребенок пользовался телефоном, гуглил многое. В каком плане? Вот она, по-моему, пришла и сказала, тут возник какой-то проект. А я ей просто сказал, что, Даша, ну, уже очень круто все, давай о персоналочке думать, давай сделаем какую-то персональную выставку, выбирай тему. И она долго ходила, там, то не получается, что-то у меня не сводится это все. Потом пришла и говорит, хочу странных детей рисовать, вот инаковых детей. Я говорю, ну, 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 как бы, посмотри, что там есть вообще в мире. И она посмотрела, и у нее там целая какая-то коллекция, вот ребеночек без носа родился, вот этот ребеночек, который сверхтонкой кожи, и все. И это на нее такое впечатление произвело, и она таких милашек нарисовала. Ну, вот, они миленькие, вот, они какие-то очень хорошие, да. И вот она с такой какой-то любовью и трепетом к этому всему подошла. Да, и с одной стороны жутковато, а с другой стороны... А с другой стороны, я видел, как вот она рисует, и у нас же есть, значит, мальчик с синдромом Дауна, Тимофей. И у него мама все время приходит, и она такая, пришла и смотрит на эти работы. А потом подошла ко мне и говорит, такой хороший проект, такой, говорит, какой хороший проект, что мне кажется, что это вот мои детки. Она занимается детьми синдрома Дауна. Говорит, мне кажется, это вот мои детки. То есть я вижу, что вот человек... Я сначала думал, уж как это, вот как это воспримется. Не воспримется ли это с точки зрения иронии какой-то и прочее. Но нет, вижу, что люди, которые с... Ну, вот обиды. Но с точки зрения вот даже людей, которые столкнулись с этим миром, вот им кажется, это да, вот, очень хорошо, что такое есть. У нас один конфликт был серьезный такой с внешним миром. Это конфликт, когда мы нарисовали Шевченко. И это был очень такой резонансный, Facebook-резонансный проект. И я удивился, какое количество людей писали, что мы, типа, оскверняем икону. И что, как бы, к Шевченко нельзя так. Нельзя вот так вот. Что вы рисуете уродом? Каким уродом? Ну, ребенок рисует Шевченко. Ну, так получается. Вот, и вот это ощущение, что вот этот образ стал не живым человеком, а действительно какой-то такой иконой, которая невозможно... И прямо вот как Ленина запрещали рисовать детям, да, что, дескать, ну как, ты сначала научись, а потом уже можешь Ленина рисовать, потому что Ленин... Вот, собственно, тут же, например, и Шевченко происходит. И прям там такие, прям уже шли, да, чуть ли не угрозы такие прям, значит, наезды. Даже вот этот, который порезал в метро эти плакаты из Шевченко, даже он там присоединился, что ли. Ставил свои пять копеек, в общем. У нас есть девочка, которая... Не девочка, а девушка, которая ездит к нам на занятия из Полтавы. Бла-бла-каром, и она каждый вторник и пятницу приезжает из Полтавы, чтобы тут заниматься, и говорит, слушай, я бы тут жила. Я ей говорю, Поля, вот у меня есть такая мечта, чтобы было некое здание, в нем было большое количество мастерских, и вход был, ну, круглосуточный, не занятие. Мы тут пытаемся как-то тоже систему занятий сбить, в том плане, что если ребенок ведет какой-то большой проект, или там взрослый человек ведет большой проект, мы ищем все свободные места, чтобы, если у него есть желание, он приходил, и этот проект заканчивал вне занятий. Ну, потому что, ну, это что же... Вот чтобы было место, куда можно было, как я в своем детстве, у меня были ключи, я мог прийти, я мог остаться, ночевать там, что для молодого человека лет 14-15 вообще, считаю, самое важное остаться ночью в мастерской. Вот, и да, и было творчество и обсуждение, творчество и обсуждение. И если ребенок по каким-то причинам, или взрослый человек, может, захочет уединиться, он мог взять и перейти в свободное помещение, там уединиться и там что-то вести. А вообще в идеале, как бы так создать, чтобы это было такая, чуть ли не индивидуальные мастерские под каждого. Вот где можно не снимать работы, где можно весь этот подготовительный материал оставлять на стенах, а не прятать в папке. Где была бы у каждого возможность, ну, все, интернет, фотоаппарат, сканер, все, что тебе нужно для того, чтобы делать все, что захочешь. Вот такое, мне кажется, это было бы очень чудесно. Вообще отказаться от занятий, а перевести все, может, это утопия, ну, вот так вот. Чтобы преподаватели были как человек, который, а, да, может подсказать, б, может мотивировать, но самая главная его функция, если тебе хочется поговорить, то поговорить. Вот потому что я знаю, что, там, например, 15-летние, им самое важное в их вечных комплексах, это вот так вот подойти и по душам поговорить, что я в очередном там своем юношеском кризисе, и меня никто не понимает, родители не понимают. Мир враждебен, все идиоты вокруг, вот. Хоть ты меня послушай, вот. И это уже было бы неплохо. Ну, собственно, такая мечта. Продолжение следует...